Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Это история о легендарном футболисте, непревзойденном лидере. Бойцы на поле и в жизни. Галкипер Лев Яшин достиг небывалых высот. Сырпел неудачи, но находил силы, чтобы вернуться в большой спорт, причем с триумфом. Ты лев Яшин. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч. Лучшим, по мнению ФИФА, вратарем 20 века. Яшин, это и есть команда. Это футбол! Старые заслуги, девчонки! Вашин результат! Режиссер Василий Чугинский, актер Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самоленко. Картина рекомендована к просмотру зрителям старше шести лет. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него, Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. На землю не падал метеорит. Террористы не придумали глобальной угрозы. Сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе. По своим очертаниям, напоминающим круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое. И как долго продержится последний аванпост человечества. Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновым восходь с будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины – 16+. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!